Приветствую вас. Вопрос, который вы задаёте, достаточно деликатный, вот, связанный с тем, что, значит, у одного из родственников женщины со стороны мужа обнаружилось достаточно нелицеприятно, скажем так, в прошлое, вот, это самое нелицеприятное в прошлое было обнаружено, значит, с сестрой мужа, вот, и после того, как женщина, собственно, узнала об этом, она рассказала мужу об этом же, и муж, в общем и целом, пожелал сначала с этим разобраться, вот, ну и потом как-то вот спустился на драмазу и сейчас со своим родителям, получается, общается, как обычно, вот. А женщины выдаются вопросом, чувствуют злость на своего мужа, недовольство, и ощущают, что он ведёт себя не как мужчина. Вот. Соответственно, спрашивает, насколько правильно ли то, что она чувствует сейчас злость на своего мужа. Вот. А я думаю, что как минимум то, что вы чувствуете, это в самом таком лучшем, случае, вот, совершенно нормально. То есть, нормально чувствуете то, что вы ощущаете, потому что вы, по большому счёту, сейчас, и себя не чувствуете в безопасности, и всякие тревожные мысли в голову лезут. Вот. И так далее. Другой вопрос, не могу ли вы требовать от мужа, и другой вопрос, почему вы столь безоговорочно, может быть, поверили вот сестре-мужа? То есть, я, конечно, всех деталей не знаю, но вот как-то вот прям безоговорочно сразу вы поверили в то, что она рассказала. Вот. И мой вопрос к вам, он, пожалуй, вот про это будет, мой вопрос будет именно про то, почему вы поверили, собственно говоря, этой сестре. Вот. С чем это связано, что вы поверили сестре? Вот. С меня такое ощущение, да, возникло, что как будто бы вы были готовы доверить ей, чуть ли не сразу же. Вот. Это вызывает, конечно, вопросы. А следующее, вот, что вам, пожалуй, надо бы в данном случае сделать, на мой взгляд, это... разобраться в собственных потребностях. Вот. То есть, я имею в виду, вот, с чего вы хотите. Ну, вообще. Вот. Что глобально вам нужно. Вот. То есть, условно говоря, нужна ли вам безопасность? Ну, хотите ли вы вот... почувствовать себя в безопасности? То есть, ну, здесь вот именно... ну, трудность, трудность заключается в том, что вы не чувствуете себя в безопасности, например. или трудность заключается в том, что вы боитесь чего-то. Опять же, например. или трудность заключается в том, что ваш муж не ведет себя так, как вот вы, ну, считаете, допустим, что он должен себя вести, как бы. Понимаете, да? То есть, тут вот нужно этот момент, на мой взгляд, рассмотреть и разобрать. потому что... на вас это может, конечно, это вот... достаточно... серьезно... сильно влиять. Вот. я бы так это сказал. Поэтому... вот... вам нужно в этом... вам нужно в этом... конечно разобраться. и дальше вот уже... возможно, как раз... таки... таки... эм... транслировать... эм... своему... супругу... именно вот... эм... то, что вас... волнует... то, что вас... эм... эм... ну... беспокоит... то, что вас... привозит... и... соответственно... смотреть и думать о том... эм... что вы можете... эм... сделать... Для помощи бы решить вот, условно говоря, вашу проблему. Но для начала, конечно, неплохо было бы разобраться с тем, что это за проблема. То есть, как-то вот то, что вы, например, решаете за своего мужа, кто ему отец, кто нет. Вот, на мой взгляд, не очень хорошая позиция. Вот, на мой взгляд, эта позиция как-то вот ведёт вас никуда, потому что всё равно он только вашему супругу решат. Будет он общаться с своим отцом или нет. Понятно. Понятно. А его вправо и требовать от него перестать общаться с отцом. Не имеет смысла. Не совсем понятно, чего вы хотите добиться. То есть, вы, ну, вот, вы вполне можете самостоятельно открываться отговориться от общения с другом, вот. Если вам, грубо говоря, если вам, грубо говоря, ну, не хочется этого делать. А если вы не хотите общаться, ну, вот, с офёком, вот. Ну, на мой взгляд, да, вы можете общаться с ним. Вряд ли вас кто-то, ну, может заставить это делать. Вот. Ну, это и всё. А если речь идёт, к примеру, про защиту кого-то из ваших близких, то это уже вопрос немножечко другой. Тут вам имеется не слово говорить своему, вот. Ну, как, мне кажется, в данном случае довольно, ну, немного, а вот несколько, знаете как, вот, несколько, может быть, неадекватно ждёте от него. То есть, вот. There's two. То есть вот, эмм. Ну. Избирайте от него, как бы того, да, вот, что эмм. Особенно от него от него как бы того, да? Сам человек, вот, он на это, ну, несколько вот, неспособен. Да? К, к сожалению, вот. Такой какой-то вот в данном случае, я бы сказал, аспект. Есть. Вот, вот на это я бы обратил ваше внимание, вы имеете полное право ходить от своего мужа. Того, что вы хотите, да? Вот. Вот. Ну, как бы он, ваше ожидание, оправдывать не обязательно. Так или иначе. Вот. Поэтому. Такой аспект я бы вам здесь, ну, выделил бы. В данном случае. И уже, как-то вот, в этом направлении. Двигался бы. Вот. Именно в этом направлении я бы двигался. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Это позволит вам начать какие-то изменения. Вот. Если вам этого, ну, хочется. разобраться в том, что происходит, разобраться в том, чего вы хотите, разобраться в том, чего вы ждете от своего супруга, например. Это будет, на мой взгляд, самым лучшим и эффективным способом вам помочь. Вот. На этом все. Удачи вам. Буду благодарен за обрятную связь по моему ответу. Помыкаем. Только помынет. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Субтитры создавал DimaTorzok